Теперь настало время начать моделирование такого кожаного кресла. Я предоставил вам множество его дополнительных изображений в файлах упражнений для помощи в качестве референса в процессе цифровой скульптуры, когда дойдем до нее. Рабочий процесс, который мы собираемся использовать для этого кресла, это процесс работы с органикой. Он идет последовательными шагами от блокинга основной формы до ее ретопологии для оптимизации, затем идет скалптинг, цифровая скульптурная лепка базовых форм, затем добавление скульптурных деталей и их финальная ретопология, затем возвращение в основную рабочую среду нашего 3D-приложения и передача мелких деталей текстурированием. Итак, давайте перейдем в проект Maya и посмотрим, как можем выполнить блокинг основной формы кресла. Мы находимся здесь в файле 0501.start и я хочу поместить сюда Image Plane в качестве фона, чтобы использовать его далее в качестве референса общей формы кресла. Иду к опции Create Image Plane и далее к пятой главе. Здесь у меня находится это изображение кресла, которое можем открыть. Сейчас можете видеть, что оно не совсем правильно настроено в текущем перспективном виде, что мы собираемся изменить в зависимости от того, как настроим рабочий процесс. Я покажу вам, просто выбрав Image Plane и перейдя в редактор его атрибутов, как это сделать. Здесь внизу можно поиграть с его размерами и позиционированием и с тем, насколько далеко будет смещена назад эта плоскость относительно камеры. Первое, что собираюсь сделать, установить эту глубину примерно на тысячу, просто чтобы она ушла далеко назад. Так что, когда будем моделировать, она не будет закрывать объект моделирования. И можно изменить размер. Я установлю его на 1,1. Теперь, когда установили плоскость изображения, начнем блокинг основной формы. Мы не будем моделировать ножки на этом этапе, а собираемся сосредоточиться только на спинке и сидении кресла. Поэтому начнем использовать бокс-моделин, методику коробчатого моделирования. По этим типам кресел я провел небольшое исследование в интернете и выяснил, что они имеют ширину около 80 сантиметров, так что введу ее здесь. Глубину назначил около 88 сантиметров и высоту в 10 сантиметров. Таким образом, как можете видеть, этот объект на самом деле становится слишком большим на экране, но я просто использую манипуляции перспективной камеры так, чтобы выставить ее нужным образом. Референс не содержит ортогональную проекцию объекта, так что можем работать с ним просто, как я сделал здесь на глаз, устанавливаю в том месте и в том масштабе, что изображение кресла, и затем можем начать редактирование. Итак, я выбираю эту верхнюю поверхность здесь и просто немного сдвину ее вверх. И нужно будет сделать некоторые резы, чтобы выдавить затем из этого подлокотники и спинку кресла. Для этого снова буду использовать Modeling Toolkit. Выбираю поверхности таким образом, и если посмотрим со всех сторон, то можете видеть, что сейчас выбраны все поверхности, кроме боковых. Беру инструмент Connect, сбрасываю его настройки и добавляю два деления, а также использую пинч для раздвигания этих петель ребер, чтобы показать место, откуда можно будет выдавить подлокотники. Нажимаю Enter и просто продолжаю использовать здесь Multicat, чтобы сделать блокинг того, что будет подлокотниками и спинкой. Следующий шаг будет состоять в использовании здесь опции симметрии в наборе инструментов моделирования, и поэтому, пройдя на симметрию, выбираю Object X. Это позволяет мне, как теперь видите, при клике на поверхности с одной стороны фактически выбирать обе стороны, что я делаю с этими поверхностями. Быстро возвращаю камеру на место и, удерживая Shift, выдавливаю вверх такие подлокотники. Снимаю с них выбор и теперь выбираю эти поверхности и снова возвращаюсь в этот вид. Мы просто используем его как приблизительный референс, здесь совсем не обязательно быть точным, и вытягиваю выбранные поверхности вверх. Вы можете захотеть уточнить это немного больше, чем я показал здесь. Давайте скроем это. Я пошел дальше и закончил эту форму, причем ни один из методов, который я использовал для ее блокинга, не является чем-то новым или чем-то особенным, что я еще не показывал в этом курсе. Так что скрою эту оригинальную форму, и вы видите, что получилось у меня после доработки. Я затратил на этот блокинг примерно 10-15 минут, чтобы получить общую базовую форму кресла и подушку на сиденье, которая представляет собой всего лишь простой куб. Теперь инструмент, который я хочу использовать, когда отправлю это на матбокс, я не часто использую для регулярного моделирования, но для отправки базовых форм для скульптурной лепки мне на самом деле нравится использовать его. Он называется КРИС, инструментом сгиба складки. Если я нажму клавишу 3, вы видите такой предварительный просмотр сглаживания этого объекта, что вроде бы выглядит неплохо. Но если посмотрим на референс, то видим, что здесь имеем красивые резкие края снизу и, возможно, здесь на подлокотнике и вверху по бокам спинки кресла. Итак, находим инструмент КРИС под меню Nash Tools. Я собираюсь отделить это меню, потому что буду использовать его и дальше не раз. Он работает с выбранными ребрами, поэтому если выберу КРИС ТУЛ, он фактически скажет вам, выберите компоненты для сгибания и используем среднюю кнопку мышки. Дважды кликну по этому ребру, просто чтобы показать, как он работает. Удерживаю среднюю кнопку мышки, перетягиваю ее вправо и вы видите, что это на самом деле делает линию более резкой, жесткой. А если тянуть с нажатой средней кнопкой мышки влево, это наоборот смягчает складку. Так что сможете найти тот результат, который ищите. Далее я собираюсь быстро пройти через эти петли ребер и начать их сжимать, чтобы получить некоторые жесткие края. И я просто ищу те, которые действительно нужны. Мне не нужны эти складки сзади. Создаю их здесь и здесь, получая красивые четкие края. И не нужно тратить много времени на это. Мы просто хотим попытаться получить некоторые из этих ребер немного острее, что сделает затем процесс ретопологии в матбокс немного легче, потому что форма будет ближе к тому, что нужно в итоге. Так выглядит довольно неплохо. И теперь собираюсь также выбрать этот куб подушки здесь. Это буквально простой базовый куб, отмасштабированный до нужных габаритов. Далее выбираю все его крайние ребра, нажимаю 3, и вы видите, что получаем вид такого округлого камня. Так что снова использую инструмент Крис и среднюю кнопку мышки. И теперь можете видеть, что переходим в такую кубическую форму, которую ищем, чтобы получить симпатичную мягкую подушку в конечном итоге в кресле. Итак, это сделано. Я собираюсь сейчас сохранить сцену и в конечном итоге перенесу ее на матбокс, чтобы провести ретопологию объекта и начать процесс его скульптурной лепки. И нам не нужно много геометрии, не нужно добавлять очень много деталей здесь. Такова на самом деле красота использования программ для цифровой скульптуры, которая заключается в том, что в ней можете проделать все самые тонкие уточнения такой базовой формы. Поэтому на самом деле, на этом этапе, мы просто пытаемся получить некую базовую геометрию формы нашего объекта, чтобы потом не пришлось начинать скалптинг с нуля.